Друзья, всем привет! Здравствуйте! Сегодня пойдет тема о вершинной гниде. Для меня это самая больная тема. Объясню почему. Потому что в прошлом году вырастает томат 2 метра, инотерминантный. Томаты вот такие вот. Он красивый, он прекрасный. Начинает созревать и начинается гниль. Ты не можешь есть томат. То есть это получается, что все, что я делал, все напрасно. Поэтому для меня эта тема особо острая, особо больная. И она почти у всех бывает. Поэтому я в этом сезоне буду много посвящать этой теме. И вот сейчас необходимо об этом заботиться. Ну, тут могут быть 2 основных причины. Первая причина – это проблемы с влагой. Когда у нас идет неправильно полив, томаты не доливаются, поливаются очень резко, и может выходить вот такое вот черное гниющее пятно. Оно может вызываться рядом инфекционных болезней томатов, но это тоже был не наш случай. И оно может, что чаще всего бывает, вызываться недостатком кальция. Вот мы видим томатик. Вот здесь вот с противоположной от плодоножки стороны формируется черное гниющее пятно. Если пятно у нас формируется около плодоножки, то это проблемы скорее с бором. Значит, как с ней бороться? Бороться с ней можно вовремя, подкармливая наши помидорчики кальцием. И делать это нужно вот с такой вот фазой, когда у нас помидоры напоминают по размеру горох. И, уважаемые коллеги, бороться с этим явлением нужно именно сейчас. Как раз, когда у нас томаты только что завязались, и в первых кистях они достигли размера горошины или чуть больше. В этот момент еще нет, понятно, никакой гнили. Но подкормив кальциевой селитрой, или вот что еще лучше, удобрением бирксиокальция, оно содержит не только кальций в хиалатной форме, но и бор, мы сможем справиться с этой проблемой, ее просто не возникнет. То есть, друзья, почему сейчас кальциевая селитра? Во-первых, сейчас не жарко. Мы сейчас можем подкормить, не боясь, конечно, подкорень, не боясь, что что-то произойдет, что-то мы прожжем. Если жарко, мы бы использовали только вне корневые подкормки, бороксил кальций, поэтому мы и будем использовать, но и подкормкой мы не обойдемся. Ну, вообще, подкормки правильно проводить кальцием каждые две недели, вне основного плана подкормок. И кальциевую селитру тоже отлично можно давать по листу. Ну, когда не жарко. Ну, особенно, конечно, когда прохладно. Сколько мы берем на 5 литров кальциевой селитры? Значит, на 10 литров мы берем 10-15 граммов, значит, так мы берем 5-7. Полторы ложечки. Она отлично растворяется в воде. Ну, вообще-то одно из ключевых, на мой взгляд, удобрений, которые обязательно нужны каждому садоводу. Собственно, у нас идут сплошные дожди, и как раз жарко не особенный. Правда, у корневых подкормок кальцием есть один такой недостаток интересный. Он может в почве связываться в нерастворимой форме, и плохо усваиваться растению. Даже с селитрой? Да, даже в форме селитры. Поэтому такие вещи нужно проводить аккуратно. Друзья, если у вас на улице очень жарко, то кальциевую селитру, конечно, мы использовать не будем. В прошлом году, вот у нас мы этот момент сделали, а потом было очень жарко, весна была очень жаркая, мы пользовались брекстол кальцием. То есть это делается по листу? Да, только по листу. Тоже где-то в районе 15 граммов на 10 литров. И этот препарат очень хорош, особенно для второй половины сезона, когда уже нельзя использовать много азота, все-таки в кальциевой селитре он есть. И когда у нас завязи вот такие, как сейчас, то очень хорошо к подкормникам добавить препарат для стимулирования и увеличения размеров плодов. Вот, например, бенефит. Давай людям поясним, что стимуляция роста плодов это абсолютно никакая не химия. Это взяли растения, оттуда вычленили гормоны, которые стимулируют деление клеток. Ауксин, по-моему, да? Там ауксины, гиббериллины, цитокинины, которые стимулируют, собственно, деление клеток. То есть это никакая не химия, это не вредно, кроме бенефита есть еще куча препаратов, которые... Просто разные фракции вытяжки из этих водорослей. И получается, что мы стимулируем деление клеток и естественным образом увеличивается рост плодов. И что интересно, уменьшается количество у них нитратов. Конечно, да. Поэтому вот сейчас это главное время, да, вот очень интересное время, когда можно сделать очень большой залог для урожая. То есть если вы смотрите наши ролики, первое это формировка. Вот мы только открыли, сейчас будем формировать. В теплице все проформировано. Это правильные подкормки. Потому что если у вас начнется вершинная гдиль, конечно, выбор экслокальция частыми подкормками ее исправить. Вытянуть можно, но будут потери. Вы потеряете очень много, и первый урожай, вот... То есть представьте, вершина гдиль началась, вы подкормили, и еще томаты, которые вырастут, опять будут с вершины гдиль, а вот через один будет уже нормальный. Поэтому, ну, для меня это очень жалко. Я себе позволить это не могу. Друзья, я надеюсь, что вот эта информация вам интересна, и вы будете это делать, и у вас будут хорошие томаты. А ну, мы пойдем дальше работать. Всем пока, подписывайтесь, заходите в инстаграм, и нажимайте колокольчик. Счастливо. Пока.